Послание к Филимону, глава 1. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих. Слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Посему, имея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу. Не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем, Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы теперь принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба, брата, возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моею рукою, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствует тебя Епофраз. Узник вместе со мной ради Христа Иисуса. Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа. Садухом вашим. Аминь. Псалом 75. Начальнику хора на струнных орудиях Псалом Асафа. Песнь. Ведом в Иудее Бог. У Израиля велико имя Его. И было в Салиме жилище Его и пребывание Его на Сионе. Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч и брань. Ты славен могущественнее гор хищнических. Крепкие сердцем стали добычью. Уснули сном своим и не нашли все мужи силы рук своих. От прещения твоего, Божия Иакова, вздремали и колесницы, и конь. Ты страшен, и кто устоит пред лицом твоим во время гнева твоего. С небес ты возвестил суд. Земля убоялась и утихла, когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли. И гнев человеческий обратился во славу тебе. Остаток гнева ты укротишь. Делайте и воздавайте обеты Господу, Богу вашему, все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному. Он укращает дух князей. Он страшен для царей земных. Книга пророка из Икииля, глава 32. В двенадцатом году, в двенадцатом месяце, в первый день месяца было ко мне слово Господне. Сын человеческий, подними плач о фараоне, царе египетском, и скажи ему, ты как молодой лев между народами и как чудовище в морях кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их. Так говорит Господь Бог, я закину на тебя сеть мою в собрании многих народов, и они вытащат тебя моею морежою. И выкину тебя на землю, на открытом поле брошу тебя, и будут садиться на тебя всякие небесные птицы, и насыщаться тобою звери всей земли. И раскидаю мясо твое по горам, и долины наполню твоими трупами. И землю плавания твоего напою кровью твоей до самых гор, и рытвины будут наполнены тобою. «И когда ты угаснешь, закрою небеса, и звезды их помрачу. Солнце закрою облаком, и луна не будет светить светом своим. Все светила, светящиеся на небе, помрачу над тобою, и на землю твою наведу тьму, говорит Господь Бог. Приведу в смущение сердце многих народов, когда разглашу о падении твоем между народами по землям, которых ты не знал. И приведу тобою в ужас многие народы, и цари их содрогнутся от тебя в страхе, когда мечом моим потрясу перед лицом их, и поминутно буду трепетать каждый за душу свою в день падения твоего. Ибо так говорит Господь Бог, меч царя Вавилонского придет на тебя. От мечей сильных падет народ твой, все они лютейшие из народов, и уничтожат гордость Египта, и погибнет все множество его. И истреблю весь скот его при великих водах, и вперед не будет мутить их нога человеческая, и копыта скота не будут мутить их. Тогда дам покой водам их, и сделаю, что реки их потекут, как масло, говорит Господь Бог. Когда сделаю землю египетскую пустыню, и когда лишится земля всего, наполняющего ее, когда поражу всех живущих на ней, тогда узнают, что я Господь. «Вот плачевная песнь, которую будут петь. Дочери народов будут петь ее, о Египте и обо всем множестве его будут петь ее», говорит Господь Бог. «В двенадцатом году, в пятнадцатый день того же месяца, было ко мне слово Господне, «Сын человеческий, оплачь народ египетский, и незринь его, его и дочерей, знаменитых народов, в преисподнюю с отходящими в могилу. Кого ты превосходишь? Сойди и лежи с необрезанными. Те падут среди убитых мечом, и он отдан мечу. Влеките его, и все множество его. Среди преисподней будут говорить о нем и о союзниках его, первые из героев. Они пали и лежат там между необрезанными, сраженные мечом. Там Ассур и все полчища его. Вокруг него гробы их, все пораженные, павшие от меча. Гробы его поставлены в самой глубине преисподней, и полчища его вокруг гробницы его. Все пораженные, павшие от меча, те, которые распространяли ужас на земле живых. Так Елам со всем множеством своим вокруг гробницы его, все они пораженные, павшие от меча, которые необрезанными сошли в преисподнюю, которые распространили собой ужас на земле живых, и несут позор свой с отшедшими в могилу. Среди пораженных дали ложи ему со всем множеством его. Вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом, и как они распространяли ужас на земле живых, то и несут на себе позор наравне с отшедшими в могилу и положены среди пораженных. Там Мишех и Фувал со всем множеством своим. Вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом, потому что они распространяли ужас на земле живых. Не должны ли и они лежать с павшими героями, необрезанными, которые с воинским оружием своим сошли в преисподнюю и мечи свои положили себе под головы, и осталось беззаконие их на костяхах, потому что они, как сильные, были ужасом на земле живых? И ты будешь сокрушен среди необрезанных и лежать с пораженными мечом. Там Едом и цари его, и все князья его, которые при всей своей храбрости положены среди пораженных мечом. Они лежат с необрезанными и сошедшими в могилу. Там властелины севера. Все они и все седоняне, которые сошли туда с пораженными, быв посрамлены в могуществе своем, наводившим ужас. И лежат они с необрезанными, пораженными мечом, и несут позор свой с отшедшими в могилу. Увидит их фараон и утешится о всем множестве своем пораженным мечом, фараон и все войско его, говорит Господь Бог. Ибо я распространю страх мой на земле живых, и положен будет фараон и все множество его среди необрезанных с пораженными мечом, говорит Господь Бог. Субтитры создавал DimaTorzok